Всем привет, дорогие друзья! С вами Моисей. И я еще кое-что тут приколхозил к своему креслицу, да? Короче, вот эта коробка передач, может кто помнит, у меня был старый руль еще. Кстати, на этой коробке как раз я ездил в Евротраке, длинная такая была здесь хрень сверху. В общем, она мне надоела в Евротраке сейчас, потому что мало достаточно захожу. Вот. И решил приделать такой дребедень, короче. Играть достаточно прикольно стало, потому что у вас теперь коробка передач находится не здесь, да? Вот наверху, например, как обычно у меня расположена сверху, да, на Logitech. Вот. А она у меня внизу и под рукой ее всегда удобно. Единственное, что она как-то, ну... Вообще-то нормально, конечно. Нет, держится она шикарно, но просто небольшой люфт и за большого плеча получается. Не жесткая, потому что все-таки это фанерка такая небольшая. Ну, надо, конечно, здесь вот так вот побрезать. Может что-то интересное сделать, чтобы как-то покрасить. Я просто только что сделал, буквально сразу снял, чтобы был материал, чтобы канал не простаивал. Вот. Коробка я отделила, но вот здесь, видите, отделяется от основного руля. Руль у меня не работал. Ну, как? Я его полностью разобрал, он, в принципе, поэтому перестал работать. Почему-то я обратно собрал вроде все так, ну, что-то не работает. Не знаю, наверное, что-то сломалось. Здесь я сделал небольшой дырень, отверстие, чтобы проводочки все ушли, потому что здесь идет два провода от кнопок. Здесь у нас кнопки еще есть. Вот, здесь у нас кнопки. Вот. Ну, в целом, получилось, в принципе, достаточно удобно, потому что ее можно куда-то подвинуть, если она мешает, например, туда ее убирают. Вот. А здесь, кстати, внизу у нас виднеется материнка именно от управления именно руля. Вот. Я ее так снизу спрятал, чтобы она не мешала. Специально ее повесил на один этот, на один винтик, чтобы она вот так дребезжала. Я имею в виду, чтобы сильно прикрутить, потому что, блин, эти материнки пипят слабые. Одна маленькая царапинка, и все, трынется, ничего не работает. То есть, ничего сложного, по сути, ребят, а достаточно, наверное, добавляет, ну, как вам сказать там, реалистичных ощущений, в общем. Потому что, если вот, например, сесть, как я обычно сижу, да, это получается, вот так вот у нас идет, здесь под рукой коробка, получается вот так уже. Ты сидишь под рукой коробка, у тебя педали и руль. То есть, одна рука на коробке у вас уже, как на тачке, в принципе, получается, потому что я тут подогнал примерно, подначертил, где поудобнейшим было. Ну, вот. Ну, конечно, это я сделаю поинтереснее, вот это все обрежется, ее, может, покрашу чем-то, может быть, чем-то какой-нибудь ткани приятненькой. Тканей, что сказал? Тканей какой-нибудь приятненькой пошить, просто специально сейчас заморачиваться я с этим не буду, пока буду так поездить, потому что, может быть, что-то я еще придумаю, потому что мне не нравится вот этот вот люфт небольшой. Вообще, он не заметен при игре, но как-то все равно хочется, чтобы все было нормально. Проводочки здесь уже, конечно, подразъебались, это вообще что-то непонятное тут. Какая-то хрень, фокус, фокус, пропал фокус. Вот, ну, на самом деле, ребят, достаточно удобно. Вот, так вот, если ездить, я думаю, что-нибудь еще какой-нибудь набалдашник перемудрить, чтобы так это побольше было. Ну, по сути, сейчас, в принципе, нормально. Потому что мне в голову пришло, обычно я же так езжу, и сюда как-то рука, думаю, блядь, с хера ли у меня здесь рука должна быть, если она должна быть здесь. Вот. И тут посмотрел, у меня, оказывается, старый руль, старый руль есть. И что, сделает такой дребедень. Так что вот так, ребят. Кстати, у меня партнерка с USP, я теперь сваливаю с USP, иду на R. Ну, ладно, сейчас не об этом. В общем, так, ребятки. Очередной колхоз. Жду от вас опять эти комментарии. Нахера ты это сделал? Что за колхоз? Какого хрена? Вот. Но, тем не менее, я так понял, такие ролики на моем канале пользуются большей популярностью, нежели просто какие-то летсплеи, на самом деле. Вот. Тоже, как бы, руль, как вы все помните, вот этот, да? Который я приговнякал на Logitech. Вот. Кстати, тем, кто, блядь, писал, что зачем ты испортил руль, я ничего не портил. Я сделал просто насадку на руль. Все, видите, она снялась. Ни хрена на руле нет, ничего. Все четенько, ровненько. Все обычно, все нормально. Потому что очень много комментариев было, ой, заколхозил руль, там, типа, сломал, что-то там уже плохое с ним сделал. Ребят, это просто насадка, на самом деле. И это тоже, по сути, просто насадка. Здесь винтик выкрутить снизу, все, она уберется, и все нормально будет. Не видно ничего, потому что винтик снизу, кресло вид не потеряет. Я, потому что, никогда не делаю, как бы, наотрез, чтобы потом ничего не было не поменять. Я всегда делаю с запасом, потому что частенько получается хрень, на самом деле. Эти кнопочки тоже все работают, но они, в принципе, не нужны, потому что, что тут на них ставить? Рука все время на коробке. Вот. То есть она вот так вращается, естественно, у меня, потому что я, блядь, долбоеб, который нормально не может закрутить. Вообще вот так нормально, в принципе. Руки на руле, ноги на педали, а таралью. В общем, ребят, вот так. Очередной колхоз от Моисея. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите обязательно комментарии и отзывы, какой я дурачок, и нахера я опять это сделал. Ну, в принципе, понятно, нахера я это сделал. Чтобы были видосы, и чтобы можно было... Нахуя я еще тут запихал? Если можно вот так сделать. Ладно, свои заморочки. Вот. И нахера я это сделал? Ну, понятно, зачем я это сделал. Так интереснее играть, так комфортнее играть, ребятки. Вот. Ну, все, дорогие друзья. С вами был Моисей. Всем удачи. Пока. Пока.